В Симферополе на территории аэропорта Заводское оккупационные власти планируют построить мемориал памяти дважды героя Советского Союза, легендарного летчика Амитхан Султана. Также на этом месте возведут аллею славы в честь 95-летия со дня его рождения. Планируется и создание музея авиатехники. Наши общие герои, такие как Амитхан Султан, сплачивают народы Крыма, народы России и, естественно, для нашего подрастающего поколения дают достойный пример и понимание того, что эти победы достигнуты только сообща, только вместе. Отметим, что идеи оккупационных властей в вопросе увековечения Амитхана Султана синхронны с решениями украинских властей. В мае имя дважды героя Советского Союза парламент Украины присвоил бывшему международному аэропорту Симферополь. Этого решения крымско-татарские активисты многие годы добивались от чиновников различных правящих в Крыму режимов. Однако добиться этого удалось только после российской оккупации полуострова. Таким образом, народные депутаты решили отдать дань уважения крымско-татарскому народу, представители которого подвергаются репрессиям со стороны оккупационных властей. Это символичный и надзвучайно важливый крок, которым мы повертаем бороги крымско-татарскому народу, которым мы шануем этот народ и поддерживаем его. Крыму же известие о переименовании аэропорта местные пропагандисты подали в правильно отработанном ключе. Сопредельное государство вместо заботы о своих ветеранах в пику российскому Крыму постановлением Верховной Рады самовольно присвоило Симферопольскому аэропорту имя крымского героя. Объяснить такую реакцию на решение парламента Украины несложно. Переименование аэропорта Симферополь создает оккупационным властям проблемы в незаконном использовании объекта в своих целях. Как известно, украинские власти закрыли воздушное пространство над полуостровом, однако аэропорт продолжает использоваться для обеспечения рейсов российских авиакомпаний. Переименование аэропорта создает проблемы для его более широкого использования, поскольку во всех международных документах теперь значится новое название. Крымчане, с которыми общались журналисты службы новостей «Волна», поддерживают идею увековечения заслуженных героев, однако против использования их имен в политических целях. Вот мне, например, очень даже приятно, когда я вижу таблички на домах, здесь жил какой-то герой там, да, допустим, или ещё что-то. Ну, вот таким образом можно, опять же, ну что вы, ну памятники, конечно, это такое дело нет. Памятники, наверное, надо же. Памятники там, чтобы люди проходили, читали, какой они геройство проявляли, чтобы были герои. Памятники можно, но героев много, памятников на всех не хватит. То же самое я могу сказать о самом понятии патриотизма, чтобы люди сами этого хотели. Несмотря на вклад, который внёс Амитхан Султан в победу во Второй мировой войне, а также в защиту крымско-татарского народа в мирное время, добиться достойного увековечения имени героя в его родном Крыму удалось лишь спустя 95 лет со дня его рождения. Однако теперь в условиях российской оккупации Крыма и вынужденного переселения крымских татар имя Амитхана Султана звучит далеко за пределами полуострова.